Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы будем открывать бустеры из коллекции черепашки-ниндзя Боева 4 по второй серии выпускаемой коллекции под названием Войны Тени и у нас будут два бустера. Это будет удивительное открытие, так как мы открываем эти уникальные редчайшие бустеры не иначе как в 2023 году, спустя 12 лет от создания второй серии карточек по Войнам Тени. Очень любопытно было бы посмотреть, что у нас будет в этих упаковках. Упаковки без ценника, без нормированного ценника в красном кружочке, который расположен вот в этом углу. Эти бустеры буквально вырваны из журнала, так как бустеры с ценниками продавались в киосках, супермаркетах, торговых центрах и в прочих торговых точках. Они продавались за 60 рублей или даже чуть дороже были. Каждый индивидуальный предприниматель выставлял свою цену на данные товары. Очень любопытно посмотреть то, что может выпасть отсюда в 2023 году. 12 лет прошло. Это, конечно, удивительная дата, удивительное обозначение того факта, факта раритетности товара и стоимости. Данные бустеры все еще являются самыми дешевыми для приобретения. Например, тот же, который стоит в углу у меня, путь нельзя, стоит в данный момент 4000 рублей. А не 50 рублей, как-то было в 2010 году. На этом бустере видно копоть, слягать. Мы видим то, что бустер далеко не новый, 12 лет ему уже. Этот бустер довольно новый на ощупь, но какой-то широкий. Интересно, очень интересно, что же там может выпасть. Он довольно широкий, хотя по виду вроде бы один и тот же. Бустеры нельзя продавать отдельно от журнала, но бустеры можно продавать отдельно только те, у которых есть марка цены в красном кружочке. Вот, как, например, на том бустере путь ниндзя. Это чисто бустер из отдельной продажи. Начнем открытие, и мы начнем не с бустера, который с копотью, потому что он как будто потолще на ощупь. Плотнее, чем бустер, который является в чистом виде. Окей, давайте откроем аккуратненько. Найдем удобный шов для открытия. Отрываем вот эту часть очень аккуратно. По центральному шву начинаем скрывать бустер, чтобы потом сохранить пачку для возможного дальнейшего использования данной упаковки как для хранителя карточек. Действуем медленно, но аккуратно очень. По центральному шву. Окей, упаковку мы вскрыли. Можем спокойно ее отложить. Карточки какие у нас тут. Аккуратно. Это у нас Старли. Мы получаем сразу редкую. Очень хорошая карточка. Мне она по душе абсолютно. Редкая, очень красивая. Супер редкой не будет. Давайте посмотрим обычные. Зандромен. Далее, что там у нас? Дробилка камней Рафа. Неплохой инструмент. Особенно в игре добавляют 300 очков балла мастерства. Вполне можно перевесить исход сражения. Дальше. О, темный Донателло. Очень хорошая карточка. Ее довольно тяжеловато найти среди обычных. Очень неплохая обычная карта. И по показателям превосходная даже так сказать. Но цвет, к сожалению, не оригинал. Так как тут какой-то болотный цвет. Зеленый с оттенком желтого. Получается болотный цвет. Донателло не был таким в мультфильме. Темный Донателло. Он был фиолетового цвета. Но в редкой карточке от братья по оружию. Он как раз преподносится для нас в оригинальном цвете. Далее. Утромы. Ученые Утромы. Дефолтная карточка. Ее легко найти. Но она удивительная тема. Она входит в последние десятки выпускаемых карт по воинам тени. Пока что давайте посмотрим, что это у нас. Дирижабль черепашек параллельного мира. 40 очков к баллам ловкости. Неплохая карточка. Превосходный инструмент. Репортер. Абсолютно дефолтная карточка. Но в принципе, если играть по смекалке, то вполне может и повезти. Выиграть кого-то со смекалкой меньше чем 7800 очков. И последняя карточка. Это сфера доктора Молибнуса. Неплохой инструмент. Точнее, ну да, это инструмент, но роботического происхождения. Так как это входит во фракцию роботов. Хорошая карточка. Встречается не часто. Но вполне можно приобрести отдельно. На Авито, на Юле или помойной соцсети ВКонтакте. Первый бустер мы вскрыли. Он был неплотным. Он был какой-то широкий. Сильно оплотненный. Открытие неплохое. Мне редкая карточка очень понравилась. Карточка Старли. Было бы прикольно, если бы сейчас выпал со второго бустера редкая карточка Коди Джонс. Это был бы полный сет из Война в тени по Старли Коди. Друзьям из 2105 года. Что, переходим к плотному бустеру. Он абсолютно плотный. Но давайте уже приступим к открытию. Вскрыт максимально аккуратно. Вот как мы видим результат. Давайте посмотрим уже, что мы получили от Бога, от нашей Вселенной. В этом открытии. Пачка пригодится для дальнейшего использования. Давайте откроем. Начиная вот с этой карты. Просто мы открыли в прошлом бустере абсолютно спереди. Мы выбрали редкую карточку. Интересно. Есть, конечно, для дальнейшего просмотра. Но он отпал. Давайте начнем. Тоже у нас здесь. Мотоцикл Пурпурных Драконов. Редкая, обычная. Действительно редкая. Потому что ее не часто можно выбить вообще из бустера. А найти на приобретение тоже не всегда получается. Очень хорошая карточка бонуса. Что тут у нас дальше за обычной идет? У Саги. Хорошая, обычная. Очень. Например, по любым показателям из четырех Саги это сильный персонаж. Очень даже сильный. И можно особенно затащить по мастерству. Но и по ловкости он далеко не слабый. Чисто высокий уровень. Самый низкий показатель это показатель силы из 9100 единиц. Он высокий и можно победить. Но если прям против самых мастеров идти по показателям силы, то он не справляется. Так, карточка очень сильная. Оставляем его у себя. Разумеется, мне этот бустер уже нравится. Давайте не медлить. Что там дальше? Гейша. Гейша. Ну прям вообще мне везет по обычным сегодня из двух бустеров всего лишь. Всего лишь 16 карточек. Ну максимум 18, либо же 17 штук. По обычным мне прям идеально везет. Гейша, помощница Хана. Очень нравится мне эта карточка, так как ее не часто, вообще редко даже можно ее приобрести у кого-то. Фокус наконец-то прибыл. Читаю описание для вас. Хана кружил себя не только насилием. Это юная гейша ухаживала за ним в штабе пурпурных драконов. То есть гейша это прислушница Хана. Она утешает его во всех планах. Не только в физическом плане, но и в моральном. Также, например, в японской культуре гейша это идеальный ассасин. Может убить любого высокопоставленного лица, теревшись в доверие. Так как женщин в те далекие феодальные времена подозревали много менее, чем допустим мужчин-крестьян. Например, мужчины-крестьяне, некоторые были ниндзями. Так как они легко прикрывались под земли пашцев, прочих пахотных рабочих, либо просто ремесленников. А гейша это же женский полк. Ей можно было легко прикрыться абсолютно и убить любого высокопоставленного лица. Так, показатели у этой карточки довольно средние. Самая высокая это локмикалка. На втором месте это сила. Сила 6000 это из-за режущих инструментов, которыми она владеет. Сила удара режущим инструментом 6000. Как бы не столь сильно, но средний урон нанести может сопернику. Хорошая обычка. Чисто для эстетики мне она очень зашла. Посмотрим, что дальше. Это только три карточки, а мне уже все зашло. Смотрим, что на четвертый. Если мне все-все зашло, мне так повезло. Сейчас будет говно лететь. Ну да, Микеланджело в будущем. Можно приобрести эту карточку абсолютно везде. Самая дефолтная. Показатели выше среднего у Микеланджело. В принципе, играть с такой карточкой можно. Например, средних соперников можно одолевать без проблем. Против высоких можно. Не нужно играть Микеланджело, нужно заменить. Китайские драконы. Прекрасная карточка бонуса, довольно редкая. Мне она очень нравится. Она зашла прям, оставляем ее у себя. Дальше, что там у нас? А у нас тут Леонардо. Экстремальный спорт. Карточка, можно сказать, высокой категории с высокими показателями. Самая высокая это сила. У Леонардо 9350, например, как у, ну не гладиатора, а участника битвы Нексуса. Клу. Это гигантище, можно сказать, вызвал Майки на не то что бой, а на дуэль. Где выжить должен был только один. Участник после пройденной битвы имеет право называть себя чемпионом битвы Нексус. Сделали обзор на Леонардо, экстремальный спорт со скейтом. И рассказали немного о битве Нексусе. Посмотрим, что нам преподнесет следующее. Армия Федерации. Карточка показателем выше среднего, так как смекалка все портит. Вояки никогда не блистали умом. Они не могут выполнять приказы чисто на автоматическом мозговом уровне. Они как бы выполняют команды как роботы. Поэтому это чисто армия людей без эмпатии и без особых эмоций. Показатель мастерства у Армии Федерации самый большой. Скорее всего это из-за развитых технологий. Так как Армия Федерации расположена на планете Тхунип из абсолютно другой галактики. Поэтому карточка выше среднего. Играть можно, но чисто как можно сказать. Карточка на первую волну, от которой нужно избавиться. Получится выиграть кого-то из других соперников в первой волне в карточной игре? Окей. А если нет, ну типа подразмен пошел. Тоже неплохо. Смотрим, что там дальше идет. И это у нас... Ё-моё, 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 виртуальный посох Бо. Добавляю 350-ку балла мастерства. Ё-моё. Супер редкая виртуальный посох Бо. Светится в темноте, давали 350 очков балла мастерства. Ребята, я не знал, если честно, будет ли что-то нормальное из этих двух бустеров. Я же не взвешивал их. Не смотрел, какой бустер есть больше, какой, который меньше. Я просто посмотрел, что этот бустер плотнее, чем аналог, который мы открыли в самом начале. Но я предположил то, что может что-то выпасть. А может это просто иллюзия. И мои руки, то есть моё осязание хромает. И понимаю, что может выпасть что-то хорошее. Поэтому виртуальный посох Бо спасает ситуацию. И открываем последнюю карточку. Это Эйприл О'Нил из параллельной вселенной. Такой вот у нас прикольная пара. Очень красивая редкая карточка. И супер редкая виртуальный посох Бо. Светится в темноте. Ну, кстати, спасибо продавцам. Потому что он прекрасно знал, в каком бустере... Точнее, какие бустеры мне нужно класть. Если бы я вёл себя как хамло последнее. Очень нагло, дерзко. Просто не уважал бы его по переписке. Он бы мне положил тупо обычные бустеры. Если бы он вообще мне продал их после такого скотского поведения от меня. При бустерах мне бы выпало одно говно редкое. Так, у меня есть и Старли, и виртуальный посох Бо. У меня есть буквально всё на этом анбоксинге. В 2023 году из Война в тени. Рекомендую открывать эти бустеры. Но прежде чем покупать, вам не нужно сразу надеяться при первой покупке. То, что вам выпадет супер редкая карточка. Или тем более ультра редкая. Вам выпадут обычные редкие, скорее всего, при первой покупке. Так как продавец не знает вас ещё толком. И как бы вы с ним не сружились. А как только вы друг друга узнаете. И может быть он вознаградит вас прекраснейшим дропом. Так, сейчас произошло у меня. Я не ожидал абсолютно супер редкую видеть. Я думал, редкая выпадет. Например, я надеялся на Коди Джонса. А выпала супер редкая виртуальная посох Бо. Которая идёт в мою коллекцию смело. Всё, на этом анбоксинг как бы бустера по Войнам тени в 2023 году закончен. Возможно предварительно, а возможно и нет. Всем пока и удачи в сборе собственной коллекции карточек по черепашкам ниндзя. Пока.